Привет всем из Токио! Очередной воскресный влог. Мы с вами сейчас находимся в районе Гинза. Ноябрь месяц. Прекрасная погода. На этой неделе от 19 до 24 градусов тепло. Япония открыла полностью границы. Очень много туристов можно видеть на улице. Выдают туристические визы. Для въезда нужно сделать только ПЦР-тест перед вылетом. Сегодня мы с вами прогуляемся. Конечно, заглянем в магазины, рестораны. Выходной день. В центре города очень много людей. Давайте заглянем вот в этот магазин. Называется Токио Клаза. Магазин и много ресторанов. Здесь 10-11 этаж. Полностью рестораны. Обычно в магазинах всегда есть вот такие информационные таблоки, где можно посмотреть, какая кухня представлена. Итак, мы с вами на 10 этаже. Здесь более кэшевел рестораны. Очень много людей в выходные дни. В некоторые популярные рестораны могут быть даже очереди. Кухни разных стран мира. И китайская, и корейская, европейская, итальянская. Вот такие ресторанчики. На самом деле я сегодня хотела зайти вот в этот ресторан, который называется Цуру Тантан. Здесь подается японская лапша. Удон готовят ее по-разному. Супы с японским и с европейским вкусом. Но здесь сейчас очередь очень большая. Учитывайте, что в выходные дни в недорогие популярные рестораны могут быть очереди. Давайте заглянем в ресторан подороже Якинику, где подается японская мраморная говядина. И с префектурой Миязаки. Это очень хорошая говядина. Рестораны Якинику оборудованы вот такими специальными столами. Грилем, решеткой, на которой можно жарить овощи, мясо. Посмотрите, вид из окна, район Гинза, прямо на бутик Эрмес. Вот такие вот специальные грили с решеткой. Якинику дословно переводится как Яки – это жарить, Нику – это мясо. Посмотрим меню, покажу вам цены. Ресторан называется Гинза Химука. Разное мясо есть, цены, граммы указаны. Даже черная икра есть с миниатюрными блинчиками и суши с мясом. Сырое и слегка поджаренное. Вот такая вот лапша, суп, салаты, меню на английском, японском. В таких ресторанах принято надевать фарточек. Вот такой вот черный одноразовый фартук. За вас, мои дорогие! Давайте посмотрим наш заказ. Салат. Зеленые листья с кунжутом. Это говяжий язык. Порция примерно 6 кусочков. Абура, жир. Смазываем решетку, чтобы не подгорало. Выкладываем мясо. Обжариваем с двух сторон. К мясу подают разные виды соуса. Понза с дайконом на базе соевого соуса. Отдельно еще васаби, соль. Обычно очень вкусные соусы в ресторанах Якинику. Итак, язык говяжий готов. Едят его с солью и с лимоном. Это блюдо из риса с наполнителями. Здесь и овощи, и мясо, маринованные овощи, нори, водоросли. Подается в горячие. Посуде перемешивается и раскладывается вот так вот порционно в небольшие пиалы. Еще одна тарелочка с мясом. Мраморная говядина. В этом ресторане используется из префектуры Миязаки. Называется узаки-ю. Смотрите, какая тонкая нарезка. Она жарится буквально несколько секунд. Обмакиваем соус, добавляем немного острого японского хрена, васаби. Приятного аппетита, друзья! Сейчас я поднялась на самый верх этого здания. И здесь есть вот такая терраса. Зелень находится больше сверху, чем внизу. Зеленые стены часто можно увидеть в центре города. На зданиях такое озеленение. Посмотрим вид из окна. Справа район Гинза, а слева это уже Юракчо. Вот здесь мы с вами только что переходили. Перекресток большой. Это огромный торговый центр. Люминэ и департмент стоит. Известный называется Ханкю. Все для мужчин. Внутри планетарий, кинотеатры. Вон там вдалеке можно видеть императорский парк. А здесь в соседнем здании посмотреть, какая симпатичная веранда. Можно выпить кофе или поужинать. Давайте мы сюда с вами тоже заглянем. Но не сегодня, конечно, а в другой день. Посмотрите, Шинкан-сен, скоростной поезд. С правой стороны станция Токио. Недалеко. Посмотрим, что продают в магазинах. Целый этаж косметики. Так с фри было написано. То есть это только для туристов. Специальные магазины уже без пошлиной торговли. Как в аэропорту. Ну а мы с вами спустились еще на этаж ниже. Здесь продается одежда. Посмотрите, какая милота. Давайте покажу вам. Это японский бренд. Рюшечки и милые рисунки с котятами. Милые образы комбинируют с грубой обувью. Высокие ботинки на грубой подошве. Вот такой образ в зеленом цвете. Двойная юбка с кружевом, с рюшками и сверху бомбер. Сейчас как раз объявляют время работы магазина с 11 утра до 9 вечера. А 10 и 11 этаж с ресторанами работает до 11 вечера. Посмотрите, какого размера эта розовая сумка. Вообще, часто видео не передают размер. Давайте встану рядом, чтобы было понятно, какого размера эта сумочка. Как вам вместо чемодана или большой косметички в дорогу? Вижу первую рождественскую елку в этом году. Как только заканчивается праздник Хэллоуин, начинают уже потихоньку наряжать к рождественским праздникам. С начала ноября скоро все магазины, улицы будут украшать. И мы с вами отправимся смотреть красивые рождественские декорации. Вот такая сегодня прогулочка получилась, друзья. Далее в этом видео посмотрим немного бьюти продуктов. И, конечно, еще шопинг, прогулки. В бьюти теме этого видео сегодня хочу вам показать умывание для лица в капсулах. Несколько вариантов от разных японских брендов. Обаджи, Суисай, Фанкель и Канебо. Умывание в капсулах – это очень удобный продукт. Внутри входит порошочек. Давайте открывать, смотреть. Порошок порционно разделен на один раз. Удобно можно брать с собой в поездки, в спортзал. Не носить с собой тяжелые флаконы, а отсыпать несколько капсул, положить в косметичку. Обаджи бренд. Первый раз пробую. Давайте посмотрим. Мелкий порошок, как мука. Его нужно развести с водой и умыться готовой пенкой. Вымывает грязь и спор. Энзимная пудра с витамином С. А это новинка от Суисай. Классические версии в голубой и в черной упаковке. Лимитированные ароматные варианты с сакурой и зеленым чаем я вам также показывала на канале. Но они лимитированные, поэтому купить их можно только в определенный сезон. Я знаю, сейчас вышла новинка с Юзу, с японским цитрусовым ароматным. Интересно попробовать. Все эти пудры сделаны на базе классической пудры голубого цвета с добавлением разных ароматов. Это энзимные пудры. Используются технологии, запатентованные брендом Канебо. Для идеального результата энзимы покрывают шелком. Сейчас мы с вами открываем новинку золотого цвета капсулы Суисай Премиум. Одни из самых популярных средств для очищения пор, кожи. В Японии получили много косметических премий. В составе этих пудр от Суисай энзимная пудра, протеаза и очищающий компонент на основе аминокислот. В новом золотом варианте добавлено бьюти масло, авокадо, семян подсолнечника для сохранения увлажнения кожи. Самый классический вариант считается вот этот голубой. Пудра без запаха. Подойдет скорее от сухой до комбинированной кожи. А у кого жирная комбинированная кожа, выбирайте черный вариант с углем и марокканской глиной. После умывания такими пудрами кожа становится очень мягкой, гладкой, менее заметными поры. Удаляет черные точки, кератиновые пробки от бренда Фанкель. Пудра мне тоже очень понравилась. Порошок содержит древесный уголь и глину. Очень хорошо пенится вместе с водой, отлично очищает кожу. Использовать такие средства, которые я вам сейчас показываю, можно каждый день. Но если вы планируете покупать какие-то другие, обращайте внимание на инструкцию, сколько раз можно использовать в неделю. Еще одно умывание. Коробочка черного цвета от Канебо. Немного у меня на ней капельки остались, потому что поставила в ванной. Раньше у них была пластиковая баночка, но сейчас, видите, все экологически чистое. Сделали бумажную упаковку. Для ванной комнаты, конечно, не очень. Вода попадает, но можно куда-нибудь пересыпать. Вот такого нежно-розового цвета порошок имеет очень приятный аромат. Тоже пудра для умывания, для очищения пор. Для гладкости кожи можно использовать каждый день. Давайте посмотрим, как такие пудры для очищения лица работают. Итак, высыпаем капсулу. Сейчас для примера я взяла Фанкель бренд. В одной капсуле достаточно много порошка. Добавляем воды и вспениваем пенку. Один раз в день можно использовать такую пудру. Показываю второй вариант, как можно вспенить более густую пену. Берем специальную сеточку, высыпаем на нее порошок и добавляем воды. Делаем несколько таких движений, растирающих. И посмотрите, какая красота получилась. На цветок похожа из густой пены. Вот такая вот текстура. Угри шероховатость, тусклость кожи. Делает кожу гладкой, красивой, с увлажняющими компонентами. Гиалуроновая кислота сохраняет увлажненный. Давайте смотреть вариант от Suicide. Новинка золотая пудра. Очень мне понравилась. Можно также вспенивать по-разному. Просто в руках вот таким вот образом. Или сеточкой получается, конечно, шикарная густая пена. Текстура пена проникает глубже в поры. И считается, что лучше очищает кожу, поры. Очень приятная на ощупь пенка. Она без запаха. Содержится также энзимная пудра. Протеаза аминокислоты для увлажнения. Гиалуроновая кислота. Комплекс масел. Не сушит кожу. Делает ее очень красивой, гладкой. Давайте попробуем Обаджи. Первый раз пробую такую пудру. Посмотрите, какая она мелкая. Если Канебу гранулы мелкие, то здесь порошок, как мука. Главное в этот момент не чихнуть. Итак, наливаем воды и вспениваем в руках пенку. Энзимная пудра с добавлением витамина С. Помимо очищения гладкости кожи, по идее, она должна еще немного осветлять ее. Пигментные пятна. Постакне. Вот такая вот пенка получается. Чуть меньше пены в Обадже, чем другие варианты, которые мы с вами сейчас смотрели. Увлажняющие компоненты. Экстракты добавлены. 30 штук в такой коробочке. Воздушная мягкая пенка. Производство Японии. Все средства, которые я вам показываю, это японская косметика. И давайте посмотрим Канебу. Это люксовая линейка, которая продается в Департмент СТО. Очень приятная текстура и приятный аромат. Нежный, цветочно-фруктовый. Также можно использовать каждый день. Делает кожу гладкой. Посмотрите, какая хорошая. Густая пена получается. Увлажняющие компоненты. И мягкая ферментная пудра. Омертвевшие клетки, черные точки. Очищает, делает кожу гладкой, красивой, сияющей. Улучшает цвет лица. Итак, друзья, вот такие вот энзимные пудры для умывания. Сегодня мы с вами посмотрели в капсулах. Самые популярные средства в Японии для очищения кожи. Внизу под этим видео оставлю ссылки, где можно приобрести все эти средства с международной доставкой в разные страны. Японская косметика, БАДы для здоровья и красоты. Кому интересно, открывайте, смотрите. Ну, а мы с вами уже в магазине. Это Департмент Стоан в районе Гинза. Называется Мацуя. Здесь разные бренды на первом этаже. Диольф, Инди, Силин, Вильветон и косметика. Люксовые бренды, европейские и, конечно, японские. Суку. Марка, которую вы знаете, я обожаю. Мне кажется, я показывала вам все из этих продуктов. Тени, шикарные палетки. Румяна просто потрясающе. Посмотрите, как я вам говорила, оттенок номер 01, самый популярный. Постоянно распродан. И оттенок номер 09 популярный. Этот цвет я не пробовала еще, но выглядит очень красиво. Помады. Все линейки мы с вами вместе смотрели. Ссылку оставлю на то видео. И вот эта вот линейка румян. Называется Pure Color Blush. Тоже очень хорошее. С сиянием, с мелким. Делает такую красивую кожу. Сейчас низкие курсы японской иены. И иностранцы, конечно, все покупают японскую косметику. Очень выгодные цены сейчас, если переводить в доллары, в евро. Это люксовый бренд Amplitude. Здесь очень хорошие тональные основы. Помады. Много всего интересного. Кле-депо. Новая упаковка хайлайтера. Вот эта вот рождественская лимитированная коллекция, которая уже распродана. Представляете? Не успела я на нее посмотреть. Тени такие красивые. Оказалось, половина уже распродана. Осталось совсем немного. А это Decorte Brand. Тоже очень хороший у них уход. Вот эту новую линейку я не пробовала. Посмотрите, она получила уже много косметических премий. Популярная в Японии. Я пользовалась AQ Meliority. V-Fusion. Линейка Liposom. А вот эта вот еще не пробовала. Консультант говорит, очень популярная. А это Kanabo. Друзья, тоже практически все вам показывала. Так приятно сейчас смотреть. Люксовую косметику. Наконец-то открыли стенды. Нету винилового покрытия. Вот эта тональная основа очень хорошая. Эта новинка я еще не пробовала. Кремовая тональная основа. А здесь уход от Kanabo. Тоже очень много, что мы с вами смотрели, пробовали. Умывание здесь шикарное. Масло для демакияжа. Сыворотки эссенции. А это бренд Lunasol. Вот такой палеткой я часто пользуюсь. Номер 09. Вот эта тоже очень симпатичная. Номер 11. Здесь цвет плохой. Не очень хорошо цвета передаются. Номер 10 оттенок тоже очень красивый. И вот эти палетки. Тени по текстуре разные. Есть с блеском, есть с мягким таким сатиновым отливом. Вот этой тональной основой я пользовалась все лето. Она легкая, невесомая, водная. Не ощущается на коже. Называется она Glowing Watery Oil Liquid. А вот это, посмотрите, очищение для кожи. Одно из самых любимых масел для удаления косметики у меня было Lunasol. Но сейчас линейка обновилась. Я еще новинку не пробовала. Но я уверена, конечно, что она хорошая. Но еще лучше предыдущей версии. И вот этот гель для умывания, он не пенится. Тоже очень хороший для очищения кожи. Комфортное очищение. Ну что, друзья, ангелочек золотой вам передает привет. С района Гинзы небольшая достопримечательность. Сегодня такая хорошая погода. Мы с вами продолжаем гулять, заглядывать в магазины. Здесь они на каждом шагу. Вот этот магазин называется Beauty Connection. Я смотрю все на витрины. Здесь продают массажеры, знаменитые для лифтинг лица, рефа и другие средства. Надо будет заглянуть как-нибудь в этот магазин. Но вообще этот бренд широко очень представлен и продается во многих department store. Давайте заглянем, посмотрим часы. Мировые известные бренды. Посмотрите, как интересно. Все бренды имеют свой лифт, капсулу такую прозрачную. Сейчас люди поехали в Омегу. В общем, каждый этот лифт доставляет на определенный этаж этого бренда. Также можно просто посмотреть. В целях рекламы представлено несколько моделей часов. Прямо в этих прозрачных капсулах, лифтах. Интересно сделано. Не нужно уточнять, на каком этаже продается определенный бренд. А выбрали лифт, капсулу. Зашли и он вас уже везет на этаж нужного вам бренда. Показываю свой образ дня. Ну а мы с вами идем дальше. В районе Гинза не только дорогой шопинг, но есть и бренды Zara, Uniqlo, несколько больших торговых центров и department store. Посмотрите, сколько людей с чемоданами. Приехали туристы. А я хотела посмотреть витринное бутика Dior. Его только что отремонтировали. Я еще не была внутри. Как-нибудь, я думаю, мы с вами заглянем. Смотрим новую коллекцию. Интересный принт в сочетании цветов. Ну а в Chanel очереди всегда, друзья. Посмотрите, что творится. Не выходной день, но когда выходят новые коллекции, особенно очереди. У меня покупочка. Сразу вам ее покажу. Вернее, даже две. От Chanel. Красивая упаковка. И даже чек кладут вот в такой красивый белый конверт с камелией. Пакеты белого цвета. Chanel только во Франции. В первом бутике, который открыла Coco Chanel. На улице Rue Cambon 31. И в районе Гинза. В этом главном бутике. Покупки я делала не сегодня, а чуть раньше. В очереди не стояла. Но я там уже, так сказать, постоянный клиент. И можно написать своему консультанту. Они обычно встречают у входа. И можно пройти без очереди. Посмотрите, какую красоту я купила. Это набор из четырех брошек. Вот таких вот маленьких. Цвет бежевое золото. Оно не очень желтое, как вы видите, а приглушенное. В форме жемчужинки. Цветок. А это флакон с духами. Chanel номер 5. Вот такой вот набор. Можно носить вместе или по одной штуке. На свитер, на пальто, на жакет. Про цены, друзья, вы не поверите. Chanel сейчас дешевле в Японии, чем во Франции. Поэтому и очереди такие. Когда цены были, другие очереди тоже были, конечно. Chanel всегда популярен. Но сейчас, я представляю, приехав туристом, можно получить еще 10% возврат налога. Ну, в общем, после этих слов, я думаю, вы уже начинаете собирать чемодан. Ну, я шучу, конечно. В общем, показываю дальше. Покупки цены сейчас очень хорошие. В Японии немного дешевле, чем во Франции. Но не на все бренды. Некоторые марки уже подняли цены. Chanel тоже поднимает цены постоянно. Но пока они очень выгодные. Все равно, если сравнивать с другими странами, из-за низкого курса японской иены, пока рассказывала, уже распаковала. Купила кошелек. Конечно, по феншую золотого цвета выбрала вот такую вот маленькую модель для сумок небольшого размера. Очень удобно. Здесь много карманов. Можно карточки положить, мелочь, купюры. Но много карточек здесь не положишь, иначе он не закроется. Приятный очень цвет. Мне нравится. Тоже он не желтый, а такой приглушенный цвет шампанское. Может быть, бежевое золото называется. Точно не знаю. В ювелирных украшениях Chanel есть вот такое вот бежевое золото. Оно не желтое и не розовое, что-то среднее такое приглушенное. Да, кстати, про ювелирные украшения Chanel цены подняли с 1 ноября. Процентов, по-моему, на 20. Очень сильно подорожало. Но я ничего не купила до подорожания. Другие покупки покажу в следующем видео. Ну, а мы с вами продолжаем прогулку в районе Гинза. Здесь очень много разных ресторанов, магазинов, бутиков. Кухня в немецком стиле. Пиво. Написано пиво саппора. Японская, очень известная. Кирина, Асахи, Саппора. Вот такая кухня представленная. Часто перед ресторанами выставляют муляж. Эти блюда сделаны из пластика. Очень удобно, можно посмотреть. Ну, а мы с вами сейчас заглянем в бутик Шосейда. В районе Гинза огромный бутик. Продается много разных линеек. И более бюджетные, и дорогие. Кле-депо. Один из самых дорогих брендов Шосейда. И также вот такая линейка, очень интересная, которая называется Зе Гинза. Она представлена только здесь. И в аэропорту еще можно ее увидеть. Линейка по уходу за кожей. Вот такой небольшой набор. Умывание, лосьон, эмульсия. Зе Гинза – это самая дорогая линейка в Шосейда. Цены на крем очень высокие. Но очищение для кожи, эмульсия, лосьон не такие. Дорогие. Качество очень хорошее. Я пробовала эту линейку. Мне понравилось. Коллекция к Рождеству. Уже практически вся распродана. Очень популярная. Только что мы ее смотрели с вами в Департмент Стоа. Такой хайлайтер здесь еще представлен. Тени для глаз. Помады в лимитированных упаковках. Голубого цвета, с золотом, с рисунком. Но в этом бренде можно купить и в постоянной линейке. Тоже очень красивые, кстати, кейсы. Посмотрите. Пробую разные оценки помад. Пишите, какой вам цвет нравится больше всего на мне. Но вот такой ярко-красный мне, по-моему, вообще не идет. Интересный аппарат. На нем можно выбрать, ответив на несколько вопросов, подходящий оттенок помады. В общем, что мне выпало? Смотрите. Как вы считаете? Идет ли мне такой цвет? Ну да, он такой приглушенный. Бежево-коричневый, наверное, да. Номер 11. Вот Кле Депо. Ну вот это вот. Ого! Смотрите, какой цвет. Но он не яркий, а такой вот, знаете, темно-темно-бордовый. В принципе, да, я согласна. Мне идут такие, либо розовый, но вот таким оценком розового я не пользуюсь. Либо вот такой вот приглушенный, опять бежевый, номер 011 Кле Депо. Да, он красиво на мне смотрелся. Вот такой вот бутик, друзья, Шосейда. На центральной улице, в районе Гинза. А это модный торговый центр, называется Гинза Сикс. Внизу бутики известных мировых брендов. На верхних этажах также есть рестораны. Внизу парфюмерия, люксовая косметика, модная одежда, обувь. И даже книжный магазин здесь есть. Я заглянула в один из известных департмент-стоа, Митсу Коши. И давайте посмотрим, что представлено на манекенах сейчас, какие японские бренды. Обычно в таких крупных департмент-стоа этажи разделены. Люксовые, очень дорогие бренды, всемирно известные. И бренды чуть попроще. Вот здесь много представлено японских марок. Посмотрите, какой интересный, не то жилет, не то накидка. Еще японская марка, называется 23 района. В этом бренде можно найти неплохие брюки, свитер или жакет. В основном базовые вещи, она и бренд. На манекене можно видеть приятного карамельного цвета пуховичок. Одежда в классическом стиле. А это японские шанель, друзья. Вот такой вот бренд, называется Рене. Посмотрите, твидовые жакеты, жемчуг и даже камелия. Все напоминает стиль шанель. Другие японские бренды. Название марок я стараюсь показывать. Сейчас я уже на другом этаже. И здесь продают одежду люксовых европейских брендов. И зашла в Конер Монклер. Давайте посмотрим, какие пуховики в этой коллекции. Я на фотографии в онлайн-магазине увидела очень симпатичный кардиган Монклер. Но он, видимо, был популярный и не был моего размера. Поэтому я зашла посмотреть. Может быть, в магазине что-то еще осталось. Но нет, друзья. То, что мне понравилось, уже нет в продаже. Типа вот такого вот кардигана. Только удлиненная модель в черном цвете. Давайте померю вот этот беленький, короткий. Тоже очень симпатично смотрится. На мне М размер. Трикотажные рукава на молнии. Спереди на спине как тонкий пуховичок. Вот этот пуховик цвета хаки укороченный. Такой мягкий, легкий, очень приятный. Жилет с мехом. Удлиненный бежевый пуховичок. В этот раз больше ничего не приглянулось мне здесь. Вот этот пуховик в прошлый раз я мерила. Показывала вам в видео. Приятный цвет. На первом этаже также косметика. Я заглянула посмотреть в бренд Шуи Мура японский. Здесь сейчас популярная очень коллекция. Лимитированная. Селлар Мун. Тоже практически уже все распродано. Но я вам оставлю ссылку внизу под этим видео. Посмотрите, может быть еще что-то останется. Вот такая вот палетка для глаз. Оттенки есть и матовые. И с легким блеском, и с глиттером. В форме месяца. Мягкая палетка с зеркалом. И в этой коллекции есть еще одна палетка. Тени для глаз. Красивые цвета. Шесть оттенков входят. Такие лимитированные коллекции, конечно, очень быстро распродаются. Помады, блески. Шуи Мура японский бренд. Вся косметика производится в Японии. А вот тени для глаз я не уверена. По-моему, они производятся в Корее сейчас. Потому что этот японский бренд был продан в Лореаль. Масло для удаления косметики. Это один из самых известных и самых старых продуктов, производимых этим брендом. Это, конечно, производство в Японии. И посмотрите, вот такие вот щипчики для завивки ресниц золотого цвета. Щипчики для ресниц тоже очень популярны именно от бренда Шуи Мура. А это вот такой вот лимитированный вариант золотого цвета. Брелок снимается. Они будут продаваться только с 15 ноября. Вечерняя Гинза. Помните, в начале видео мы с вами видели красивую веранду с зонтиками. Давайте посмотрим, что это за ресторан, кафе. Пока на улице тепло. Отель называется Gate Tokyo. Он четырехзвездочный. Не знаю, насколько он хороший. Но он новый. И расположение, конечно, здесь очень удобное. Прямо в районе Гинза. Вот такой вот ресторан, друзья. Показываю быстрое меню. И блюда, какие здесь подают. Закуска – это копченая утка, сезонный соус из каштанов, суп из тыквы. Посмотрите, какое большое меню. Выбор вин. И многое можно попробовать бокалами. Белые вина. Болгария, Испания, красные вина. Калифорния, Испания, Чили, Германия. Немецкое какое-то вино написано. Рекомендуют. Очень много калифорнийского и французского вина. Хочется чего-то необычного. Посмотрите, Орэнджи Вайн. Словения. Никогда таком не пробовала. Заказала. Давайте вместе попробуем. Оранжевое вино. До этого оранжевое вино я пробовала, по-моему, только японское какое-то и грузинское. Вот, посмотрите, израильская Ярден представлена, которая мне понравилась. Ну, в общем, вот такой вот выбор. И что приятно, многое можно попробовать бокалом. Рыба в кремовом соусе с травами, с грибами. А это главное блюдо мясо, мягчайшее, тушеное в соусе из красного вина. Красное вино заказала калифорнийское. Насыщенное, очень вкусное, подходит к соусу. И десерт от шеф-повара вот такой здесь был. А сейчас, друзья, мы с вами идем на веранду, наконец-то. Вообще-то план был поужинать именно на веранде. Но оказалось, что они не подают блюда здесь, а только напитки и закуски из другого меню. Посмотрите, какой здесь вид на вечернюю гинзу. Выпьем горячий кофе. Смотрите, какой странный свет здесь. Испугалась даже, думала, у меня что-то на щеке. Как будто контурирование такое жесткое, да? Нет, на самом деле это свет от зонтика. Ну, в общем, да, друзья, наверное, самое лучшее время сейчас для посещения Японии. Весна, осень, погода шикарная. И погулять приятно, и можно посидеть в кафе на улице. В конце этого видео предлагаю пройти вместе по центральной улице, посмотреть на витрины модных бутиков, новые коллекции. Шанель, Витон, Гуччи. Сейчас мы с вами как раз около бутика Гуччи. Какой хороший свет вечером. И одно удовольствие снимать. Модные образы, витрины не отсвечивают. Сейчас бутики уже все закрыты. Вот это мужская коллекция. Но недавно в бутике я видела вот такого цвета. Тоже женский жакет. Темно-серый с логотипами Гуччи. Красивый. Но фасон мне не подошел. Плечи были очень большие. Версачи бутика открылся новый. А это Seiko. Японские часы. Мы с вами на центральном перекрестке. Здание Nissan. И самый известный департмент 100 Митсукоши. Фурла. Многим нравится этот бренд. Давайте вместе посмотрим сумочки. Ну что ж, друзья. Вот мы и пришли к бутику Chanel. Вот такой высокий бутик здесь. Наверху французский ресторан. Вот Алан Дюкас и веранда есть. Итак, коллекция. Chanel видела показ. И все модели были вот в таких вот колготках. Теплых, вязаных. Да, ноги, они, конечно, не худят. Даже на очень стройных моделях. Да и даже на манекенах. Лаковая обувь без каблука. Маленький каблук, буквально 2 сантиметра. Твидовые жакеты. В этот раз приглушенных осенних цветах. Сумочка тоже из твида. Здесь лаковый вариант сумки. Давно не было лаковых сумочек. Может быть, опять войдут в моду на золотой цепочке. И еще одна витрина от Chanel. Цвета, приглушенные в этой коллекции, не яркие. Сочетание розовый с бежевым, голубой с бежевым. А мне понравились резиновые сапоги в этой коллекции. Вот эти вот низкие черные, конечно. Смотрите на сапоги болотного цвета. Как рыбацкие. Высокие ботфорты. Похоже, что резиновые. Но не знаю, насколько это удобно. Если кожаные, то да, конечно. И новые сумочки из коллекции. Красивый серый кардиган. Мне тоже понравился. С градиентом. Пишите в комментариях, что-то вам понравилось из этой коллекции. Нет. А это витрина Louis Vuitton. Оригинальное оформление. Но из вещей ничего не представлено. Только сумочки. Самая известная, дорогая модель в бренде Capucin. С необычной золотой ручкой. Сочного желтого цвета. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Пишите обязательно комментарии. Желаю всем здоровья, мира, добра. И до встречи на следующей неделе. Субтитры сделал DimaTorzok